Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Когда я это увидел, я сразу же решил снять об этом видео, потому что это событие очень хорошее для будущего биткоина. Это событие показывает нам, что люди начинают прозревать, наконец-таки. Бывший член Европарламента Готфри Блум, который называет банковскую систему скамом, только что купил свой первый биткоин. Готфри – один из самых ярких примеров протеста против системы центробанков. Почему я считаю это событие примечательным и важным для будущего биткоина и финансовой системы, узнаете под конец видео. Но прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк, как обычно. Один лайк – это один билет за проезд в этом поезде. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков, мне будет очень приятно. Этого человека я вижу уже не впервые, и почти всегда, когда он мне попадался на глаза, он делал какие-то громкие заявления, которые так нравятся нашему биткоин-сообществу. И не зря. Ведь Готфри выступает против централизованной банковской системы, против которой биткоин и создавался. Кто же такой Готфри Блум? Это британский политик, который являлся членом Европейского парламента с 2004 по 2014 годы. Он также избирался в партию независимости Соединенного Королевства и опубликовал шесть книг о военной истории, в том числе издал книгу по идеям австрийской экономической школы. Очевидно, этот человек достаточно солидный и осведомленный, знающий подноготную о том, что так яростно критикует. Кроме того, смелости ему тоже не занимать. Говорить прямым текстом о том, что центральные банки это самое большое мошенничество, которое только могло придумать человечество, может только очень смелый человек. Готфри Блум хорошо известен своими необычными и нестандартными взглядами. Он называет государство институтом воровства, заявляя, что долговой кризис был создан политиками и руководителями центральных банков. Его главная идея заключается в том, что вся банковская система это афера, точно так же, как и глобальное потепление. Некоторые называют его британским Роном Полом. Если вы следите за моим каналом достаточно долго, то вы знаете, что я целиком и полностью поддерживаю эти идеи. Говорят, если критикуешь, предлагай. Я и предлагаю альтернативу банковским централизованным системам. Это децентрализованная финансовая система на блокчейне. Это новый золотой стандарт на криптовалюте, как это хочет сделать Джуди Шалтон. Если мне нужно отправить деньги в Россию из Украины, я испытываю большие трудности в свете известных событий. Но я беру эфириум, я беру Ripple XRP, я беру биткоин и отправляю человеку деньги, которые он получает буквально на протяжении нескольких минут. В обход всевозможных санкций, банковских блокировок и государственных запретов. Разве это не является будущим для финансовой системы? Все эти люди, политики, центральные банки и так далее, все они виноваты в том, что сейчас происходит. Именно поэтому Голдфри Блум мне нравится, он называет вещи своими именами. Честно говоря, я даже немного за него переживаю. Обычно люди, говорящие такие прямые и честные вещи, могут нажить неприятностей. В итоге 1 октября у себя в твиттере Блум написал, впервые купил биткоин на этой неделе. При этом он уточнил, что золота и серебра у него тоже достаточно. В ответ ему написали, что мы только в начале пути, ведь если спросить у людей, что они предпочитают. 800 долларов или 800 биткоинов? Большинство выберут доллары. Да, это дико, но это действительно так. Очень немногие знают, что такое биткоин. И нам, как биткоинерам, это сложно понять. Мне это сложно понять. Твит Блума вызвал не кислый такой резонанс, набрав 2700 лайков и полтысячи ретвитов. Поэтому бывший депутат Европарламента ответил еще одним твитом, в котором написал, что получил значительную отдачу от сообщества после своего каминг-аута о покупке биткоина. Я собираюсь изучить биткоин на выходных, чтобы понять о нем то, чего я не знаю. Моя цель поделиться своим опытом со своими пожилыми коллегами, которые стремятся диверсифицировать свои бумажные валюты. Что называется Уоррен Баффет здорового человека. В конце я покажу вам его старое выступление, которое уже давно приобрело популярность, но которое я не перестану пересматривать, получая удовольствие от такого напора, энергетики и честности, которую продемонстрировал далеко не молодой Блум. По энергетике этого выступления он все еще молод и полон сил. Очевидно, этот человек душой болеет за то, что говорит и делает, и это сразу видно. Честно скажу, у меня тоже такое бывает, когда я говорю что-то, во что очень сильно верю, и при этом записываю видео. 3 октября я опубликовал видеоролик о Майкле Сейлере, SEO MicroStrategy, который перевел почти полмиллиарда долларов в биткоин. Мы знали об этом еще несколько недель назад, но недавно он дал интервью для Стэнсбери Ресерч. В этом интервью он лично прокомментировал свой поступок и почему биткоин намного лучше золота и всего остального. Если не видели, я оставлю ссылку в описании. Лично я инвестирую и в драгоценные металлы. Покупаю слитки золота и серебра. В моем портфеле всегда будет место и для биткоина, и для серебра с золотом в первую очередь. Что все это означает? Пол Тюдер Джонс, Майкл Сейлор, Годфри Блум. Все эти люди наконец начинают понимать ценность биткоина. И благодаря им я начинаю чувствовать, что происходит сдвиг, что вещи наконец меняются не только для биткоина, но и для будущего финансов. Я хочу сказать, что сейчас самое волнительное время, чтобы заниматься криптовалютой, потому что люди начинают просыпаться. Вы сами это видите. Они открывают глаза и понимают, что мир горит. Процентные ставки падают непозволительно низко, до нуля и даже ниже. Инфляция растет слишком быстро. Количественное смягчение и бесконечное печатание денег приводит к тому, что нам и нашим будущим поколениям придется расплачиваться за эти ошибки. Причем на каждое поколение предыдущее навешивает все больше долгов. Это экспонент, мы вчера говорили об этом. Так что же нам делать? У нас есть выбор. Мы можем оставаться привязанными к этому бумажному надувательству и грабежу, либо же выбирать другие альтернативные активы. Биткоин, например. Итак, я показываю вам людей, которые не с улицы. Это люди, которые имеют вес, которые меняют свое мнение, которые начинают понимать биткоин, и я вижу в этом большой сдвиг. Большой сдвиг в понимании и психологии людей. И я надеюсь, что мои видео тоже этому способствуют. Вы можете мне в этом помочь, если поставите лайк. Чем больше лайков вы ставите, тем проще алгоритмам Ютуба продвигать мой контент, а значит больше людей его увидят. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Что ж, мистер президент, боюсь, мне снова предстоит повторять старую пластинку, что я и делаю уже не первый год. Но суть в том, что, как я думаю, вы не понимаете банковскую концепцию. Все банки разваливаются. Сантендер, Дойче Банк, Королевский Банк Шотландии, все они разваливаются. Почему же это происходит? Это не мистические силы и не природный катаклизм типа цунами. Они разваливаются, потому что мы имеем то, что называется частичное банковское резервирование. А значит, банки могут давать в долг деньги, которые они в действительности не имеют. Это уголовный скандал, который происходит уже слишком долго. В придачу мы имеем и моральные риски из политической сферы, причем очень значительные. Большинство проблем начинается в политике и центральных банках, которые являются частью этой политической системы. У нас есть контрафакция, ту, что вы иногда называете количественным смягчением, но в то же время скрываете это под другими именами. Это искусственное печатание денег, за которое вы посадите любого обычного человека на очень длительный срок. Тем не менее, правительство и центральные банки совершают это преступление постоянно. Центральные банки снижают размер процентных ставок, а значит, мы не видим реальной ценности денег. И они еще смеют обвинять реальные розничные банки в манипуляциях ставками Либор. Степень нахальства просто поражает. Это центральные банки. Центральные банки-комиссары манипулируют процентными ставками. И вишенкой этого кулинарного изделия становится отсутствие нормальных депозитных гарантий. Поэтому, когда банки разваливаются из-за собственной некомпетентности и хитрости, налогоплательщик, по сути, оплачивает это. Это узаконенное грабительство налогоплательщика. И пока мы не отправим всех этих банкиров, центральных банкиров и политиков в тюрьму, это будет продолжаться. На этом у меня все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!